приветствую на моем канале не хочу сейчас делать прямую трансляцию просто хочется конкретно делиться одними интересными вещами смотри еще говорит я живой хлеб сошедший с небес что он есть живой хлеб он живой хлеб сейчас ситуация с очень много там возбудилась народу по поводу ситуации в израиле вот абсолютно мне когда люди как бы страдают там где-то гибнут кто-то или что-то такое мне тем более когда какие-то ролики там кто-то выкладывает тяжело это смотреть и я как бы не на стороне людей хоть с любой стороны которые занимаются этими вещами убийствами вот оправдывать как бы какие-либо действия но не имеет какого-то смысла вот не об этом я сейчас кто-то может подумать о том что я абсолютно такой прямо черствая существо которому как бы так сказать за радость то что там с израилем произошло я веду с государством планеты земля моя позиция насчет израиля земного я отношусь к людям как людям я против позиции я не говорю о том что ну кто-то молится за ситуацию чтоб она разрешилась вмешался всевышний если тебя плет это молиться молись вот но я против другой позиции одно дело когда люди молятся за то а каких-то люди которые страдают и вот им просто вот ну как бы хочется помолиться они думают что тем самым помогут это их дело пусть молятся вопрос не в этом к израилю относятся христиане как к территории которую всевышний определил для как обетования там живущий там как бы живущие люди там для христиан это какой-то мистические люди какие-то особая мистика вот они думают что всевышний с ними ну и как бы евреи ортодоксальные наверное думают что бог тоже хотя ортодоксальные евреи они презирают честно говоря всех христиан можете для тебя новость они считают вас сектантами отщепенцами которых которые вообще должны исчезнуть с лица земли а ты так как бы так я не говорю о том что нам ну как бы верующим людям выше нужно возненавидеть и знаешь как бы радоваться то что ой бой не началась нет я абсолютно не имею этой радости о том что там какие-то уроды пришли и совершает абсолютный бесчинство безумия просто слов нет я хотел бы сейчас поговорить чуть-чуть о другом это я как предисловие такое понятно было а моя позиция у меня нормальная позиция я против войн я против террористических каких-то было зак закидыванием кого-то ракет уничтожением людей а потому что им не нравится вот например евреев на нашу территорию занимать надо их поубивать да вот они вот так вот считать тогда их надо значит поубивать потому что взявший меч отмечай погибнет ну как бы так да но с другой стороны опять же там тоже люди там дети там то есть сложная ситуация вот нельзя раздавать злом за злом смотри шо говоря живой хлеб сошедший с небес живой хлеб сошедший с небес честно говоря мне абсолютно плевать на то что какие-то ортодоксальные считающие себя евреями думают что они пуп земли и бог сконцентрировал свое внимание на на этом чем на этих людей это серьезно говорю еще про таких сказал который отвергает и шо но говорят о том что яш ты не еврей ты сброд сборище сатанинское дети дьявола пусть с вами всевышний разбирается с вашим таким отношением по отношению к людям когда вы считаете что вы одни достойные жизни на этой планете остальные все должны сдохнуть вот ну что ж пусть всевышний сам разбирается с подобными ненормальными людьми вот тем не менее смотри я живой хлеб сошедший с небес ты такой смотришь туда на израиль на этот на земной такой думаешь бог как некоторые вот бог он прямо прямо таки с повелел прямо повелел некоторые так считать повелел следить за израилем и соответственно делать выводы о том что хочет от тебя бог я вопрос задаю ты хлеб живой с этого получаешь у у тебя есть слово всевышнего которое дает тебе жизнь смотря на земной израиль у тебя есть слово жизни которое относительно внешних каких-то вещей ты смотришь туда и у тебя откровение просто подумал еще рассказал я хлеб живой сошедший с небес если бы всевышний имел свой ориентир на этой территории на этих людях сейчас считая их реально своим народом который отвергает сына его отвергает жертву еще не признает абсолютно считая что это не просто ересь они ждут своего машина какого-то непонятного еще абсолютно не веря вешу как ты думаешь тут стоит ориентир на таких людей но ты же как бы туда смотришь ты говоришь этот божий народ почему у тебя вот это вот вот это вот в уме твоем вот это вот позиция что они божий народ при том что они отвергают всевышнего как вообще ты это соединяешь в одно единое целое они просто народ они не являются божьим народом который господь избрал или преды избрал должно вам родиться заново тебе вшили идеи из внешнего мира играют твоими мозгами как куклы и ты носишься с этими идеями земного израиля думая что это реальность а это фейк поэтому они так тупо пропустили удар хамаса потому что если бы реально всевышний был бы с этим народом и всевышний был бы их оградой и охраной ну ты же неужели ты думаешь что всевышний просто вот просто просто вот подумай мне бы хотелось бы разбить эту теорию лживую я пытаюсь говорить о каких-то вещах сейчас актуальная так сказать ситуация когда можно затронуть как бы эти вещи и сейчас как бы это количество людей будет просто слушать и делать выводы мне бы хотелось бы чтобы выводы сделали не в сторону того что сейчас как бы в израиль происходит и как бы наверное надо оправдать хамас я не об этом еще раз говорю я не оправдываю действие безумных людей которые движимы дьяволом какая разница с какой стороны со стороны хамаса или со стороны этого государства израиль вообще без разницы если человеком движет жажда крови это уже не хорошо хамас спровоцировала чтобы вдохновить сейчас эту небольшую страну на то чтобы они сейчас пошли кровищу лить вот кому-то это выгодно кто-то ставит определенные цели и играет опять же как куклами людьми потому что кровь провоцирует жажду возмездия мести ненависти и ну как бы само собой разумеющийся ничего хорошего из этого не вытекает вот тем не менее тем не менее тем не менее есть живой хлеб сошедший с небес и он внутри тебя рождается живой хлеб сошедший с небес рождается внутри тебя рождается внутри тебя и шо кормит тебя изнутри тебя при чем здесь земной израиль и при чем здесь евреи которые отвергают и шо на самом деле те кто называют себя евреями им бы стоило задуматься то чего имею я они должны были бы иметь то что я хожу в откровениях и в познании всевышнего пусть если ты еврей живешь в израиле пусть тебя ревность возыграется изнутри тебя именем и шо а то что какой-то непонятный человек имеет познание всевышнего который всевышний сам ему открывает а я тут еврей живу в израиле не имею этого ревность должна у вас подняться ревность господа должна у вас подняться ревность в израиле должна подняться у этих ортодоксальных иудеев евреев я не знаю еще кого там кто там живет населяет эту небольшую клочок земли ревность должна подняться и сказать а почему мы этого не имеем почему у нас нету откровений познания всевышнего которое всевышний лично нам должен давать да потому что вы отвергаете Ишу его жертву он хлеб живой он живой хлеб сошедший с небес он живой хлеб сошедший с небес я еще больше еврей чем какой бы то ни было еврей обитающий на территории государства Израиль имеющий гражданство израильское по одной простой причине я рожден им я рожден им я рожден им я рожден из шуа и сре он я рожден из шуа и сре он есть семя и брахима он есть семя и брахима он есть семя брахима что сказал тот кому я дам воду живую она сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную христиане подумали что это территория вот этот клочок земли если ты туда ориентир свой сделаешь то якобы у тебя благословение по кругу ты понимаешь что ты смотришь на внешне и тебя уже обманули а нужно смотреть на внутренние нужно смотреть на и шо он внутри он живой хлеб тебе необходимо питаться живым хлебом сошедшим с небес изнутри тебя которое дает и шуя изнутри тебя Который дают еще Хлеб живой сошедший с Небес Который дает еще изнутри тебя Откровение познания Живое слово Которое он Дает тебе Изнутри тебя Открывает тебе себя Царство Божие Царство мое не от этого мира Не от этого мира Царство мое не от этого мира решу царство моё не от этого мира как ты думаешь государством государство планеты земля под названием израиль она от этого мира или не от этого как ты считаешь просто подумай она от этого мира однозначно теперь вернемся к словам и шоу который он говорит царство моё не от этого мира смотри перед этим он говорит пилату если бы моё царство там было уже определенное государство определенная территория наверно по времени того это было богом и избранная территория указывающая на что-то вечное этому положен был конец в семидесятом году окончательный и бесповоротный то что предсказано в даниил пилат спрашивает ушу а говорит ему ты царь шоу ему отвечает прямо дая царь шоу да я царь сейчас верующие просто пишут рисует эти картинки со львом выступающим за вот этот земной израиль не понимая того что еще не выступает за земной израиль вообще никак если победа у них будет организована только лишь из-за того что у них оружие есть более совершенно чем у хамас а не потому что всевышний то есть тогда всевышний будет на стороне бойни кровопролития людей которые сейчас со стороны израиля некоторые ожесточены будут убивать вплоть даже до детей ты думаешь они не будут убивать детей на территории палестины которые они сейчас будут так сказать со своей стороны уже терроризировать или они только боевиков постреляют постреляют я надеюсь но мне с трудом это верится потому что я слышал случае когда рассказывали что израильские вояки брали мало маленьких детей младенцев палестинцев и просто брали за ноги и головой об стену что приводило в ужас тех кто считает себя считали себя и время приезжали из бывшего советского союза то есть и считаешь это нормально бог на стороне вот этих вот уродов которые так поступают кто-то может скажет что войти что же теперь на стороне хамас нет я не на той не на другой стороне я не поддерживаю не чувствую мне государство израиль когда лампочки но есть государство такое хорошо может быть до определенного момента там жизнь была такая благополучная внешняя жизнь можно было бы как сказать приехать туда получить гражданство и жить спокойной жизнью ты же против то так так и можно и в какую-то другую страну приехать мне обрет желание было буквально пару дней тому назад уехать вообще в соединенные штаты америки хотя наверно но остается может когда-нибудь уеду в израиль хотелось уехать сейчас не хочу вот еще а значит продолжим это я как бы некоторые моменты такие вставляю просто для того чтобы знаешь ты как бы про трезин ты как бы понял что но что-то она не катит как-то она знаешь богоизбранные люди они как бы себя ведут как не просто плохие люди скоты последние вот недостойные вообще звание человека вот но не все я не при я не про все просто есть потому что люди все разные поэтому нельзя абсолютно вот есть определенное поселение там что все абсолютно сволочи то нет же ведь конечно это вообще удивительно если какая то есть страна где абсолютно при поселении где все прямо на классные люди ну это просто здорово вот ну я не думаю что в израиле потому что там эти ортодоксальные евреи они колдовством вообще занимаются знаешь о том что политики которые мне нравятся они устраивают свои шабаши сатанинские реально демонические сатанинские призывают просто-напросто убийство один из примеров который согласился там где-то кусок земли кому-то выделить они им не понравилось они устроили колдовской шабаш и тот премьер просто то ли умер то ли чё заболел то реально я слышал это все ты называешь это много избранным народом и территории которые избрал господь люди которые вот такими делами занимаются у них лгтб сообщества устраивает лгбт парады тоже как бы ну протрезвее маленько да ты хочешь жить хочешь как бы сопричислять себя со страной в которой извращение вот эти да они на государственном уровне разрешены ты это хочешь сопричислить себя с этим дерьмом вот еще значит вернемся к еще и он такой говорит царство моё не от этого мира он находился на вот этой территории израиль протрезвее дружище еще говорит царство моё не от этого мира если бы царство мое было от этого мира сторонники моего подвязались бы за меня и мы бы яску утвердили бы это государство израиль царство моё не от этого мира а ты ищешь государство израиль думая что это территория богом избрана и ищуа сам сказал это не моё царство пилат спрашивает у него ты царь еще говорит да я царь но царство моё не от этого мира это не было отречением это было констатацией факта реальности всевышнего которую он определяет царство моё не от этого мира на этом закончу мира а Продолжение следует...